Намеченные планы и задачи выполнены. Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь во время встречи с журналистами рассказал о главных результатах 2018 года. У нас сегодня по грузообороту в целом по регионе рост более 10%, по погрузке рост более 9%. О чем это говорит? О том, что и промышленность, и предприятия работают, развиваются, есть динамичная добавка в грузовой работе. И вот наши цифры, они, конечно, подтверждаются теми результатами финансовыми, которые сегодня отмечает и Орловская область. Успешно выполняется инвестиционная программа. Уровень конструктивного взаимодействия одной из самых успешных и стабильных компаний с администрацией области высок. У нас существует целый ряд различных инвестиционных проектов, которые мы рассматриваем совместно с профильными департаментами. Ряд из них уже как бы находят практическую реализацию. У нас сегодня есть очень интересный инвестпроект и вот те вопросы, которые губернатор обозначал на инвестпослании, да, мы тоже везде себя позиционируем, позиционируем, находим точки соприкосновения интересов и бизнеса, и наших интересов. Среди приоритетов – вопросы обеспечения безопасности. Сегодня ряд переездов, это вот начало такой хорошей программы и практика будет продолжаться в следующие годы. Оборудуются устройствами видеофотофиксации. И вот здесь вот именно настойчивая позиция администрации области, она дала свой результат. И наши вопросы услышали, и пошли навстречу, навстречу. И мы вот весь этот опыт накопленный в этом году решили соединить в единый такой документ, комплексный план обеспечения безопасности на ЖД-переездах на два года. Журналистов интересовали дальнейшие перспективы ДКЖД, который за последние годы стал досуговым центром города и района, а также судьба ведомственного музея. Музей однозначно будет сохранен. Мы хотим именно найти понимание, есть понимание реализации проекта именно на вокзале. Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь подробно рассказал о планах на будущий год. Перед коллективом стоят амбициозные задачи. Все предпосылки и основания для того, чтобы планы были воплощены в жизнь, есть. По пассажирским перевозкам однозначно это создание комфорта и безопасности движения. Во время беседы не обошлись стороной и новость года российского масштаба. Новые плацкартные вагоны. Федеральные СМИ со ссылкой на холдинг РЖД сообщают, что первый плацкарт с новым интерьером планируется запустить в начале 2019 года. Я уверен, мы в числе первых, одни из первых получим по такой хорошей традиции эти плацкартные вагоны.